Около месяца назад владельцы автомобилей Хавейл забили тревогу. Совсем свежие кроссоверы F7 и F7X после наступления серьезных холодов вдруг начали самовозгораться. Таких случаев было зафиксировано несколько, а большая их часть произошла на Урале и в Сибири. Между тем, российский офис Хавейла поспешил отчитаться об обнаружении причины. Ею названы топливные трубки между насосом и фильтром. Якобы топливопровод можно повредить при транспортировке новой машины. Теперь абсолютно все кроссоверы российской сборки отправятся на сервис. Это на секундочку. 16 тысяч авто. Получат ли хозяев изгоревших кроссоверов компенсацию? В московском офисе китайского бренда предпочли умолчать. Глава московского офиса Рено Ян Птачек пообещал до 2025 года вывести аж 5 новинок. Ближайший станет второе поколение Дастера, что будет презентовано 11 февраля. Далее возникнет пауза, так как перед выходом новейших Логана и Сандера их предстоит локализовать на автовазе. По слухам, наша версия бюджетников получит упрощенную платформу, а также атмосферные моторы вместо турбированных. В итоге неизвестными остаются две модели. И сейчас трудно предсказать, что это за машины. Хотя господин Птачек прозрачно намекнул на автомобиль гольф-класса. Неужели Меган снова попробует освоиться на нашем рынке? До конца наступившего года мы точно увидим пятое поколение Kia Sportage. Но перед этим нам предложат черную спецверсию нынешней генерации, которая отличается темным декором кузова и салона. Цены мы узнаем уже 1 февраля. Амбициозный китайский кроссовер Geli Tugelo стал доступнее, обзаведясь с новой комплектацией Luxury. Теперь приобрести модель реально, имея 2 миллиона 400 тысяч рублей. То есть на 100 тысяч меньше, чем ранее. Кресла лишились вентиляции, салон атмосферной подсветки, а подстаканники – функции подогрева и охлаждения. Кроме того, из списка оснащения исчезли беспроводная зарядка, система автоматического переключения ближнего света и другие приятности. Помимо прочего, из перечня доступных функций пропали системы автоматического торможения и распознавания дорожных знаков, а круиз-контроль потерял умение соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля.